Сможете ли вы пережить ситуацию, если кто-то попросит вас вернуть 2,1 миллиарда? Это окей? С финансами у нас все в порядке. Вы с этим справитесь, включая 2,5 миллиарда, которые вам нужно отдать, потому что их кто-то попросил обратно. Юристы справятся со всем, но финансово мы устойчивы. Согласно блокчейн-данам аналитической фирмы Manson, с Binance было выведено рекордное количество денег во вторник – 3 миллиарда 13 декабря. В связи с коллапсом FTX криптоинвесторы повсеместно выводят свои активы из криптобирж. В дополнение появилась информация, что Министерство юстиции США ведет расследование в подозрении отмывки денег биржи Binance и ее основателям. Во вторник в серии своих твитов CZ подтвердил огромный вывод денег и заверил инвесторов, что Binance выстоит такой значительный отток. Всем привет, вы на канале CryptoCommons. Что можно сказать, ребята? Да, деньги, точнее битки, утекают с бирж. Вот что мы видим. Доверие, сообщество подорвано. Давайте послушаем, что сказал сам CZ в своем последнем интервью с NBC. Если ты содержишь криптобиржу, ты должен обеспечивать активы пользователя один к одному. Пользователь вкладывает биткоин, мы содержим биткоин, перемещаем его на холодный кошелек, а что-то держим на горячем. Пользователь продает этот биткоин, он принадлежит уже кому-то еще, но мы по-прежнему держим этот биткоин у себя на холодном кошельке. Пользователи могут вывести 100% своих активов с биржи Binance, и мы не будем иметь никаких проблем. В любой момент. Если 100% пользователей выведет 100% своих активов, у нас все будет в порядке. Это очень тяжело понять людям с традиционной финансовой культурой. К примеру, банки работают на частичном резервировании. И традиционные надзорные органы могут считать, что для криптобирж это тоже нормально, работать на частичном резервировании. Но это не так. В крипто нет центробанка. Для поддержания банков, если возникает проблема с ликвидностью. Так что криптобизнес должен держать активы пользователей один к одному. И мы так и делаем. Все очень просто. Первое. Мы делаем автоконвертацию в BUSD, который выпущен не нами. Это не доллар биржи. На самом деле он выпущен компанией Paxos, имеющей лицензию в Нью-Йорке. Так что резервы находятся в Нью-Йорке. Это стейблкоин. Но проблема, которую мы ранее имели, была в том, что у нас было много различных стейблкоинов. Биткоин торговался против USDC, биткоин торговался против BUSD, USDT, TUSD и других. И для пользователя это вызывает сложности в поиске оптимальной цены. И мы решили, окей, они все стейблкоины, они конвертируются один к одному. Так что давайте конвертируем это все в один. И если пользователь хочет купить биткоин за BUSD, он просто ищет и находит. А при снятии депозитов мы делаем конвертацию. И у нас есть каналы для конвертации один к одному. Но каналы, которые у нас есть, на самом деле проходят через банк. Потому что для конвертации BUSD в USDC, мы должны сначала продать BUSD в доллары, обналичить в банке, перевезти в другой банк и купить USDC в другой компании. И в то время у нас было больше пользователей, которые вносили BUSD и пытались снять USDC. И они у нас закончились. И банк, который осуществляет конвертацию, откроется только через 6 часов вон в Нью-Йорке. И мы перестали так делать. По сути, проблема была вызвана банком. Поэтому единственное, что мы конвертируем, это стейблкоины. Все остальные активы мы храним как есть. Человек внес биткоин, мы храним биткоин. Человек внес эфир, мы храним эфир. С точки зрения надежности Binance, ты сказал, что на Binance хранится активов на 60 миллиардов долларов. Но при этом ты не назвал объем своих обязательств. И мне интересно, почему и когда ты это сделаешь. Да, мы работаем с компаниями, предоставляющими услуги финансового аудита. Все просто, Binance не должен людям деньги. У Binance нет займов. У других компаний, у других фондов. У нас этого просто нет. Вы можете задать вопрос любому фонду, экосистема, любому венчурному капиталу. У нас также нет инвестиций в венчурный капитал. Так что мы никому ничего не должны. Мы также никому не даем в долг. И не ждем момента их возвращения. Мы очень простая и очень самодостаточная компания. И мы управляем нашими средствами очень просто. И это очень сильно отличается от ситуации с FTX. Те, кто пострадали из-за FTX, не беспокоятся о других. И они защищали до этого FTX. Вот почему у них там были деньги. Но будучи ужаленной одной змеей, не значит, что все остальные звери одинаковы. Аудитеры большой четверки Сиди смогут это раскрыть, если ты сможешь с ними договориться. Но если ты говоришь, что они не хотят с тобой работать, это поднимает вопросы. Они не хотят работать с тобой, потому что у тебя нет файлов и данных, без которых они не готовы сделать финальный отчет и заверить его своей подписью. Многие из них даже не знают, как проводить аудит криптобирж. Они на самом деле не знают. И когда они проводят, в общем, они проводят аудит нашей компании. Coinbase проходил аудит большой четверки Сиди. Кто-то из большой четверки проводил аудит Coinbase. На самом деле я не ориентируюсь на Coinbase. Мы не следим за Coinbase или они знают деталей. Вот такая вот ерунда. И, конечно же, да. Хочу сказать, что я согласен с Сиди полностью. Как можно вообще проводить аудит криптобиржи, непонятно. Потому что, смотрите, ну вот, допустим, вы внесли депозит. В чем вы его внесли? В биткоинах, в эфирах, в USDT. В USDT, наверное, в Тезере, да, сейчас большинство вносит. Или в USDC, опять же. Дальше, что вы делаете? Вы либо просто купили на него крипты. Но вы купили-то крипты не на блокчейне, а на бирже. То есть у биржи уже должно быть обеспечение под то, что вы купили. Под каждую сделку, которую вы совершили, грубо говоря. А если вы на марже, понимаете? А если вы купили какой-нибудь редкий щиткоин и много его купили, у биржи он тоже должен быть доступен для вывода. А если вы на марже или на фьючерсах, и у вас огромный профит просто там десятки иксов, биржа тоже должна вам дать этот вывод сделать. Соответственно, простое соответствие депозитов клиентов, да, и наличия монет на блокчейне этого недостаточно. Надо это понимать. И биржа – это гораздо более глубокая структура. Там существуют арбитражные договорняки между ними, между биржами и так далее. И что мы видим, кстати, из графика Glass Note. Интересно, что деньги-то утекают, ребята. На самом деле, если вы посмотрите со всех бирж, но если мы посмотрим конкретно Binance, то деньги нифига не утекают пока из Binance. Обратите внимание, последние две недели только вот мы видим такой спад, но он достаточно незначительный в общей картине, если вы посмотрите. То есть деньги, в принципе, всю дорогу стабильно приходили на Binance. Что примечательно еще по другим биржам, ребята, что такого всплеска и притока нету, как вы уже понимаете. Да, на Bitfinex, кстати, есть сейчас приток, очень интересный приток средств на Bitfinex. Посмотрите, у нас, в принципе, на Bitfinex, или Bitfinex, как правильно говорить, на Финнике, короче, основной памп и дамп депозитов был в 19-м, 18-м, 19-м, 20-м году, вот в этот пик. То есть на Медвежьем рынке уже, ну и весь бычий рынок тоже они росли, на самом деле. Как вы можете видеть, на Финнике все росло, а потом с него объем ушел. Сейчас он возвращается. На Bitfinex объема нету особо, Bitfinex не особо, не очень популярная биржа. На Bitfinex тоже, посмотрите, какой слабый объем. Естественно, все ушли с Bitfinex после этих их глюков на коронадампе, особенно с ценой, и с принудительным KYC. На Bitstamp тоже, что мы видим, ребята, вообще нет объемов. Bitstamp это была биржа, популярная еще в 13-м, в 14-м году, в 15-м, и тогда же, когда появился Binance, собственно, объемы с них начали уходить. И мы так можем смотреть любую биржу на Bybit. Тоже интересно, посмотрите, молодая биржа, объемы настоящие только-только начали заходить на этом буллране, и вот сейчас корректируются, тоже выводятся средства с Bybit. С Coinbase выводятся средства. То есть, посмотрите, на Binance все еще большее количество средств, ребят. Crypto.com тоже вот растет, Crypto.com растет. FTX, ну понятно. Вот, опять же, помните, что может быть с любой биржей, как FTX. KuCoin, кстати, неплохо растет и откорректировался сейчас. Ну и Poloniex, мой любимый, когда-то лучшая биржа вообще с 17-го года, 16-го, 17-го года. Посмотрите, вот этот сезон, весь объем был на Poloniex тоже, он ушел. О чем это нам говорит, ребята? О том, что сезон бирж приходит и уходит, на самом деле. И говоря о биткоине, да, конечно, если сейчас вдруг со скамится Binance, допустим, такой вариант, то что может произойти? Ну, у нас это крупнейшая биржа по объему торгов, бесспорно. У нас такое было. Скамился Mt. Gox. Mt. Gox скамился когда? Да, вот здесь, где-то вот здесь, когда лопался вот этот позапрошлый пузырь, и там было больно. То есть на всех биржах цену удержали в районе там, да, 400, 300, там, 200 долларов, а на Mt. Gox она упала до нуля. Но индустрия-то дальше как себя повела? Да, был медвежий рынок, но после этого мы выжили и пошли дальше. Поэтому, что я думаю, дорогие друзья, в чем отличие, во-первых, тогда и сейчас? Сейчас индустрия уже гораздо больше. Ни один Binance все равно рулит, как мы видим из графиков. И Kucoin растут, и Bybit, и многие другие биржи. Сейчас уже случился медвежий рынок, то есть мы не здесь, мы не на хаях и не здесь. И сейчас мы видим отскок, кстати, зеленые свечи хайка наши на недельках. Но давайте поговорим все-таки про BNB и про Binance. Причем про Binance в разрезе недельного таймфрейма и его графика к Биткоину, потому что смотрите, что происходит-то. Да и Binance к доллару тоже, в принципе, если посмотреть в логарифме, то он уже на хаях. Binance к доллару в линейном уже, конечно, в медвежьем рынке, он уже отпадал, вы можете сказать, но также все равно ему еще есть куда падать потенциально, если сейчас начнутся массовые выводы. Но Binance к Биткоину, посмотрите, они начнутся, скорее всего. Посмотрите, где Binance к Биткоину. Это просто безумие, ребят. А они начнутся, массовые выводы по-любому, потому что вот, посмотрите, например, Poloniex, например, там Bitstamp и так далее. Еще раз вам говорю, биржи, это сезонно, на них приходят и с них уходят. И сейчас мы видим растущие биржи. Поэтому что мы видим сейчас, что на Binance все ищут до хрена денег. И прикиньте, что сейчас люди начинают экстренно паниковать, выводить, как мы видим, средства. Это только начало. В чем они будут выводить? Я сомневаюсь, что в BNB. Я думаю, что, скорее всего, они будут выводить все-таки в биткоинах или в USDT даже вероятнее. Или, возможно, в эфирах, в каких-то других альтах. Но в BNB не огромное количество, не такие количества, как у Binance в запасах. Вы знаете, что у Binance большая часть их средств – это BNB, а также BUSD и USDT. Так вот и прикиньте, какой карточный домик сейчас может посыпаться. Это BNB. Посмотрите, на каких он хаях. BNB к биткоину, да и к доллару, в принципе, он там чуть поменьше. Но вот к биткоину он вырос на 60 тысяч процентов. Даже больше, походу. И даже сейчас после коррекции он все еще на 45-50 тысяч процентах, понимаете, находится. Вы что думаете они будут делать? Конечно, они будут сливать свои BNB. Возможно, что это будет не так жестоко, как с FTX или с другими. Но, тем не менее, длительный медвежий рынок, хотя бы вот типа такого, как был у нас вот здесь, он напрашивается. Потому что, обратите внимание, BNB к биткоину рос у нас весь медвежий рынок крипты. Вот здесь вся крипта падала, BNB к биткоину рос. То есть, BNB накачивали деньгами. Соответственно, он очень сильно перекуплен. И, как я и говорил, собственно, вам все это время, ребята, что BNB, один из немногих даже exchange coins, то есть, биржевых токенов, вообще не корректировался еще к биткоину. Посмотрите. И да, конечно, может быть такое, что он сейчас найдет поддержку. Опять же, если весь крипторынок сейчас развернется и начнется позитив. Что он найдет поддержку и уйдет еще больше экспоненциально вверх, да, что это будет какая-то вот такая парабола. Поэтому я не призываю прямо сейчас всех шортить BNB к биткоину. Это, кстати, на Binance снова дали делать. Можно в кросс-марджине одалживать BNB и продавать к биткоину или там к другому альткоину в два шага. Но это говорит о другом, что да, в принципе, уже пора. И может быть и не быть этой пятой волны. И как бы, ну, посмотрите сами. На месячном таймфрейме BNB к битку хотя бы скорректироваться вот до сетки AMA Ribbon до месячной. Это упасть как бы, ну, втрое. Вдвое, а то и втрое. В три раза сложится. И еще посмотрите, какой у нас тут медвежий дивер гигантский по BNB BTC, друзья. Вот. Поэтому сейчас, конечно же, я говорю, все будет зависеть от того, что мы увидим к доллару. К доллару, да, может, будет более серьезный отскок. Хотя вот эта, конечно, шпилька была уже очень интересная на 400 последняя. Но в целом, я вам еще раз говорю, если в среднесрочной, долгосрочной перспективе BNB упадет куда-нибудь опять обратно там ниже 100 долларов, почему бы и нет? Я не удивлюсь. Вы поймите, это просто биржевой токен, которым вы платите комиссии и сжигаете там это. Цена ему 2 доллара, как он и стоил раньше, понимаете? Я помню долгое время, когда он стоил здесь 2 доллара. Да, слушайте, получается, что я BNB медведь, в общем. Соответственно, просто берегите свои средства, несмотря на то, что они вам там все говорят, потому что они все белые и пушистые. Лучше выводите на холодные кошельки и не храните в токенах биржи. Ну что по биткоину? По биткоину, конечно, очень затяжная капитуляция, друзья. Очень плотные объемы, постоянно все это выкупают, как и по 20 выкупали, и выше 20 чуть-чуть. По 17 также выкупают. Все это похоже на стадию Final Washout. Финальный смыв уже после формирования дна. То есть мы сейчас определенно ниже дна, которая в районе 30 тысяч у нас глобальная. И, ребята, ну да, это очень долгая дивергенция. С полнейшим вообще вымыванием всех и вся. Но, тем не менее, это все еще, как вы можете видеть, абсолютнейшая дивергенция, которая обязательно выстрелит наверх. И я думаю, что выше этой сетки MA Ribbon, выше 30 тысяч долларов. Потому что, что, посмотрите, 4-х часовик. У нас идет разворотная ситуация. Да, конечно, был здесь такой слив. Ниже сетки мы ушли на 4-х часовике. Да, мы ушли снова ниже сетки. Медвежий дивер, кстати, отработал по битку. Вот, соответственно, то, что это дно, а это ложное, как бы, двойное дно, сомнений вообще нету практически никаких. И все ждут 8 тысяч. Почитайте, что пишут, посмотрите видосы. Все ждут 12, 8, 10 и так далее. А то, что я показывал в телеге... Кстати, обязательно подпишитесь к нам в телегу. Проверьте подписку к нам в телегу, чтобы ничего не пропускать. Я показывал вот этот сервис TRDR.io. Ссылка на него в описании. Вот эти облака – это не ордера, друзья. Это индикатор, основанный на биржевых заявках. Но ордера, вот они все близко с ценой. Вот они, видите, их видно. Такие полоски. А эти облака – это та плотность, куда обычно, обычно цену не пускают. Если вы посмотрите, вот, до нее как раз и не доходит. То есть цена отскакивает, либо между ними трется, либо смещая эти штуки. Но когда она смещается, соответственно, все равно вы можете понадеяться вот здесь на отскок. Мы будем долго падать. Поэтому это тоже не панацея. Но полезная, прикольная штука – TRDR.io. Всем рекомендую заценить. Это платный план. Он стоит 300 евро в год, по-моему, можно платить криптой. Там есть триал на неделю. Но вот зато он показывает актуальную инфу вот со всех бирж. Кипец, конечно, тут происходит в Аргентине. Ладно, что? И куда бежать-то, вы спросите? Да на молодые биржи, которые развиваются. Либо которые уже вот сейчас пикуют. Такие, как Bybit. Конечно, она молодая, но она все еще растет. Она еще нельзя сказать, что на пике. И что это у нас открыто? BTC, да, как я сказал уже наверх. А Bitdao, друзья мои. Bitdao, ну абсолютно. Вот он, новый BNB, вы поймите. Да, там еще меньшая часть эмиссии в брошенном обращении. Да, там свои приколюхи. Но, тем не менее, это будущий BNB, который выполняет все те же функции. А стоит, понимаете, 29 центов. Поэтому, на мой взгляд, вот что сейчас будет происходить. Bitdao сейчас будет рвать. Каста будет рвать. Mi Token. Кстати, напоминаю вам, что Mi Token запускается меньше, чем через сутки на Bybit. И, собственно, вы можете здесь это и сделать. В ланчпаде. Вот здесь вот ланчпад. Вам нужно для этого иметь биты на счету, как BNB. Вот у меня... А, через 7 часов он уже запускается. Офигеть. Через 7 часов, чуваки, запускается. Поэтому давайте, кто не спит. У кого есть биты. Вот тут нажимаем Join Now. И он сейчас подсчитывает снапшоты. И можно будет нажать вот здесь, вот Commit Now. Типа у меня уже в районе 10 тысяч битов насчитал он. Вот. Поэтому Bybit прекрасная биржа. Ссылочка на нее, естественно, в описании. Обзор, как на ней торговать сейчас появится сверху. Вот там обязательно посмотрите. Ну, на Bybit попросят KYC, ребята. А на бирже BitGet никакого KYC и объемы до 100 битков в сутки можно гонять. Понятно, все до поры до времени. Но ссылочка на нее тоже в описании, ребята. И весь тот же функционал. Опять же, биржа очень большая, растет, крупная, прекрасная. Запустили Margin Trading. Как и KuCoin, кстати, то же самое. Все то же самое, ребят, реально. Диверсифицируйтесь, лучше раскидывайте по разным биржам. Вот. Ну, а у меня на этом все. Ждем супер-мега-отскок. Торгуем аккуратно и будут всем профитроли. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До следующей встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok